Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз Нерушимый Добрый день, в эфире программа Союз Нерушимый. Приветствует вас ведущая передача Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Да, спустя две недели мы снова вместе в нашей студии. И надо напомнить, что в прошлой нашей передаче мы с нашими гостями договорились, что спустя две недели встретимся здесь, поговорим на не менее интересную тему. Похоже, что цикл уже начинается, так сказать. И наши прошлые гости с прошлой передачи с нами, да? Спасибо, что согласились быть сегодня в нашей студии. Представляем их Нурислам Хаджи Касимов, имам села Корино Слободского района Кировской области. Нурислам Хаджи, добрый день. Ассаляму Аликум. И священник Валейкум Ассалям. Отвечаем вам. И священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предсечи, города Кирова, первый проректор Рвятского духовного училища. Здравствуйте, отец Василий. Здравствуйте. Добрый день. Очень приятно снова вам видеться. Вот напомню, что это такая фишка нашей программы «Совестные решимые», когда в одной студии у нас духовные лица. Я хочу сразу вам сказать, мы с Володей ездили здесь, ну, похвастаемся, ладно, немножко. Нас признали победителями в России, нашу передачу, которой вы тоже в том числе участвуете, да? И мы ездили получать в Москву награду. И хочу вам сказать, что вот в таком формате, как мы с вами работаем и мы с вами пытаемся донести, ну, скажем, ценности нашей жизни для наших слушателей, мы в России единственные. Значит, вы единственные, кто любит своих слушателей. Почему вы? Почему вы, Хазрат? Я-то всех... Мы с вами. Мы с вами вместе. Правильно. Ну, ваше профессиональное качество, любовь к своим слушателям. Спасибо. Спасибо большое, да. И самое интересное, за что мы вам очень-очень благодарны и, значит, нашему имамату, так сказать, кировскому, да, и, соответственно, и епархии, что мы можем вот в таком формате во всех других регионах России, как показалось, как оказалось, бояться в таком формате встречаться. Спасибо вам большое. Ну, может быть, не то, чтобы бояться, но с каким-то... Остерегаясь. Остерегаясь, там, с недоверием относятся к таким форматам. Ну, да ладно. Похвалили сами себя. Ну, а что делать-то? Какие варианты? Ну, да, это комплимент скорее вам. Вот. И, ну что, я скоро собираюсь увидеться со своими внуками. Большое салям передавайте. Да. И сегодняшняя тема очень перекликается. Да, как раз мы взяли сегодня тему такую очень серьезную. Мы сегодня хотим поговорить о православных и мусульманских традициях воспитания детей в семье. По моему глубокому убеждению, предназначение каждого человека, да не только человека, любого, наверное, живого существа, да, это чтобы в определенный момент времени стать родителем, вырастить полноценное во всех смыслах потомство, с богатым духовным содержанием. И, ну, по мне, вот это самое большое предназначение человека. Как можно прокомментировать мое такое убеждение, с точки зрения веры, да? Развитие прокомментировать. Да. Начнем с сегодняшней точки немножко назад. К чему мы пришли, наше общество, постмодернистское, пришло к тому, что ценность человека от того, что он достиг в своей жизни имущественно и статусно. С показателями материальными, да, какие-то? Показатели статусно и имущественно. Нет ценности, не стало такой ценности человека просто за то, что он человек, за его душевно-нравственное качество. Ценность его знания только в том, насколько они применимы для добычи материальных благ и статуса. Возвращаясь назад, мы видим, что всегда знание и воспитание передавалось от отца к сыну, от отца к сыну. Так уж случилось, что прошлый век вырвал из этой цепочки огромное звено, огромное звено родителей и детей. И когда общество пришло к тому, что надо как-то воспитывать, иначе наши дети нас погубят, наши родители нас погубят, общество к этому пришло и оглянулось, а не из чего брать. Единственное, что нашли, это истоки, в первую очередь, истоки религиозные. Почему? Религия и православная, и правоверная. В первую очередь, занимаются тем, сохранением наших канонов и передачей их следующим поколениям. И всегда обе религии призывали воспитывать своих детей так, чтобы они становились полноценными членами общества. Так, чтобы они становились наследниками нашими. Как я говорил в проповедях, что вот посмотрите, впереди нас сидят наши родители. Они оглядываются и говорят нам, мы вам оставили наследство душевное, духовное и имущественное. Что вы с ним сделали? И представьте себе, вы будете оглядываться назад и своим детям пытаться что-то говорить. А что вы им оставите? Что у вас есть? Что можно передать? Чем вы можете воспитать своего ребёнка? Я уж не говорю про внуков. Для этого надо в первую очередь самому как-то стараться. Это очень трудная вещь, воспитывать ребёнка. Я опять удивился трудностей, задачи, поставленной вашей сегодня передачей. Очень трудная, очень объёмная. Опять будем сокращать добрый микрофон. Давайте. С одной стороны, вы широко начинаете отвечать. С другой стороны, вопрос Володи, который он задал. В чём предназначение получается нам? А зачем нам вообще в таком случае? Нам зачем вообще рождать детей, растить их и воспитывать? Вообще, какой смысл-то тогда в этом? Коллега ответил. Отец Васильевич. Позиция православия. Вы можете, конечно, и продолжить какие-то мысли или что-то ещё добавить. Да, возможно, я несколько разовью вашу мысль. Дело в том, что вы упомянули о том, что в России сейчас огромный кризис семьи. У нас очень часто принято в настоящее время сожительство, внесемейные какие-то отношения. Сейчас немножко улучшается ситуация, но тем не менее по-прежнему остаётся большая проблема с рождением детей в семье. Огромное количество абортов и так далее. Всё это следствие, на мой взгляд, глубокого повреждения нашего религиозного сознания, которое произошло уже во времена 70-ти лет борьбы с религией, которая осуществлялась как раз на территории советской страны. И важно понимать, что современный кризис – это кризис не воспитания детей, а кризис нас, нашего общества, нашего сознания. Нас самих, взрослых людей. Абсолютно верно, да. Потому что если бы не была утеряна наша вера, то тогда в таком случае и проблемы с воспитанием детей, с передачей этого опыта, именно я хочу подчеркнуть опыта деятельной, религиозной и деятельной нравственной жизни в нашем обществе бы не было. Потому что, как было до революции, дети воспитывались на примерах своих родителей, тоже оставалось и долгое время после, только потом, и чаще всего это переходило на родителей, потом это переходило, что знакомо очень многим из нас, на наших бабушек и дедушек. Ну, Рислам Хаджи сейчас сказал тоже про родителей, да, про их роль. Да, потому что, возможно, многие из нас не помнят, как учили нас родители религиозной жизни, или как они обусловливали важность нравственной жизни. А вот бабушки, они обусловливали именно религиозно, да. Нельзя делать что-то плохое не потому, что это будет плохо в лице других людей, не потому, что за это тебя осудит общество, а потому что этим самым ты разрушаешь собственную бессмертную душу, потому что этим славом ты противопоставляешь себя тем законам Божьим, тем заповедям христианским, которые твою жизнь делают достойной и нравственной. И поэтому, еще раз повторюсь, конечно, проблема в воспитании детей не в детях, а в нас самих. Хорошо. Констатировали, так сказать, факт, да, того, что очень тяжело, очень непросто, но вот сейчас хотелось бы сосредоточиться, потому что время у нас ограничено, хотелось бы сосредоточиться на конкретике. И все-таки, что же делать в этих условиях? Как же все-таки воспитывать детей? Хорошо. Очень просто. Очень все просто. А может быть, все-таки еще нужны дети-то вообще? Сейчас начнем отвечать. Может быть, хорошо деньги заработали, значит, там, ну, хорошо, там, ну, вообще, зачем? Не власти в промысел Божий. Детей не вы делаете, вы же не папа Карла. Детей Бог дает. Вы только сами. А причина, повод его появления. Инструмент Божий, да, для того, чтобы... Хорошо, пусть инструмент Божий. А он вам дал, как аманат, доверенность. Воспитывайте. Отец Василий. Дети нужны для того, чтобы сами христиане могли реализовывать свое христианское предназначение. Сам человек мог реализовывать самого себя, потому что без того, что ты частицу себя, своих сил, своего времени, своих усилий отдаешь другому человеку, тем более тому, за которого ты ответственен перед Богом, без этого не может быть нормальной человеческой жизни. Тогда она тонет в эгоизме, самовлюбленности и в глубокой нравственной деградации. Здесь прозвучало очень хорошее слово «ответственность». Да? Ответственность. Ответственность перед кем? Ответственность, конечно же, перед Богом, и, ну, можно сказать еще по-другому, перед своей совестью, которая въезд в глаз Божий в наш. Перед обществом как? Перед обществом. Перед сообществом людей, да? Да, в котором мы живем. Это можно разглядеть воспитание ребенка, стремление общества к самосохранению. Потому что безнравственные личности разрушают общество. Если мы, значит, возьмем обратно вернуть все-таки, для чего же мы детей-то этих рожаем? Божий промысел. Аллах и нам дает, Господь наш дает нам детей. И мы должны помнить заповедь, которую посланник Аллаха Мухаммад. Каждый новорожденный младенец рождается с естественной верой. А потом родители делают из них христиан, иудеев, мусульман или язычников. То есть верой в Бога. Да, изначально. Вот этот заложенный семечко, задача родителей развить, раскрыть. Оттуда уже в канонах религии есть, как сказал опять пророк Мухаммад, мир ему. Настоящий мусульманин, настоящий верующий, покорный Богу. Это тот, от которого мир, благоденствие и отсутствие вреда для всех людей. И нет вреда ни от его руки, ни от его языка. Это общественные отношения. Ибо защита общества есть во всех религиях. Есть обязательно. Члены общества, ячейка общества, семья, состоящая из родителей, детей. И родители, родители, детей, детей. Она также должна сама себя защищать и развиваться. Когда мы выращиваем картошку, я деревенский мула. Когда мы выращиваем картошку, мы стараемся отобрать получше семена. Чтобы повкуснее её покушать. Это так. Не только мула это делает, и я тоже делаю. Мы стараемся лучше обработать землю. Да. Для того, чтобы нам было легче её посадить, обработать, выкопать. Чтобы опять-таки лучший результат был. Да. Чтобы земля имела силу соответствующую. Я удивляюсь, как мы к детям не относимся так же. Потому что... Сейчас. Потому что... А мы можем здесь перебивать друг друга? А может, да. Можем поддерживать, развивать, пожалуйста. Потому что мы же никому, кроме своих детей, не нужны. И наши дети, кроме нас, тоже никому не нужны. По большому-то счёту. Вот эта ячейка, это единство. Вот сюда надо вкладывать свои усилия, знания, терпения, труд огромный. А как мы дальше будем развивать, коллеги? Да, я хочу подчеркнуть, простите, я много раз слышал, безусловно, эту фразу, что детей даёт Бог. И вот сегодня наши гости подтверждают, что оно действительно так. Детей даёт Бог для спасения твоей души, тебе как объект, который ты будешь опекать, и которым ты будешь заботиться. И через это ты сам будешь расти, глубоко расти духовно. Потому что мы знаем, что отсутствие внимания к своим детям и к воспитанию своих детей – это как раз и следствие духовной повреждённости, недостаточности человека. Но вот здесь вот Ислам Хаджи спросил меня, а как же общество? Вот выскажу своё, может быть, такое немножко субъективное мнение. Дело в том, что я считаю, что дети, значение детей в первую очередь нужно для самого человека. Но общество, задача общества и цель функционирования общества как раз в том, чтобы в человеке, как частичке, как элементе общества, поддерживать вот это осознание ценности и семейной жизни, нравственной семейной жизни, и деторождение как следствие нравственной семейной жизни. Общество мыслит целями общества, государство мыслит целями государства. Но разве для общества и разве для государства деторождение не является благом? Да, является. И поэтому… Государство продолжает существовать. Абсолютно верно, да. И поэтому, именно поэтому для государства взаимодействие с верой, взаимодействие с церковью как раз в вопросе, как бы это вот сейчас современным языком говорят, популяризация семейных ценностей, да, насаждение этой ценности. Может быть, даже в каких-то моментах пресечения тех явлений, которые разрушают семейные ценности, есть важнейшая задача. И в этом смысле, конечно же, вообще тема семьи, она крайне объединяющая и для многих религий, и для, в том числе, государства и общества. И в этом смысле должно быть единое какое-то направление, соработничество для того, чтобы семейные ценности воспитывать. Вот как раз у нас есть тема для сотрудничества двух величайших конфессий. Вот смотрите, как закладывается нравственность в ребёнке? Она закладывается с бракосочетанием родителей. То есть, когда отношения узаконены к государству? Ага, перед Богом. Перед Богом, в первую очередь, всегда. Государство всего лишь помогает сохранить статус и защитить наследственные вопросы. То есть, подождите, речь идёт о специальном регулярном обрезе? Да, обязательно. Есть православие, венчание, в исламе тоже есть. Я потом уточнение небольшое сделаю. Конечно же. Вот, закладываем для начала семечко нравственности. Каким образом родители узаконивают свои отношения. То есть, ребёнок, который родился, потом не спрашивает маму, а кто этот дядя? Конечно. Его даже, если он спрашивает, а кто этот дядя, его даже и мамам, маленьким и мамам нельзя ставить. Это закладывается так. Когда ребёнок вырастает в семье, вот папа, вот мама, он знает. Даже если у папы несколько мам, он всё равно конкретно знает свою маму и своего папу. Он уверен, он спокоен. А дальше возникают уже, начинаются приёмы и методы воспитания. Мы возьмём их духовное воспитание, физическое воспитание. Две отрасли. И о них уже дальше будем говорить. Отец Василий просит тоже слово. Про духовное и физическое воспитание, я думаю, сегодня дело не дойдёт. Следующее передачу. Я думаю, что да. Про духовное, что мы поговорим. Кратце, планы ознакомим. Не переживайте. Объёмно. Я готовился, такую книгу толстую принёс. Я вообще не готовился, потому что тема немножко сместилась. Поэтому говорю из обычной жизни. У нас наболело. Мы же работаем с обществом. Потому что вот если... Хотели замечание сделать. То есть у нас получается так. Первый шаг к нравственному воспитанию ребёнка – это оформление отношений перед Богом. Ну, если так можно выразиться. Я прошу прощения. Можно я небольшое уточнение сделаю? Вот для православной церкви, для нашего сегодняшнего общества, если мы обратимся к документам русской православной церкви и её отношению к браку, то законным, с точки зрения церкви, она считает тот брак, который расписан в ЗАГСе. Это, кстати, не спровергают очень многие мифические представления наших сограждан о том, что штамп в паспорте нам не нужен. А вы нас повенчайте. Вот перед Богом мы будем, значит, верными друг другу, а общество так. Так вот, самое интересное, что именно с этой вот небольшой, может быть, пустяковой элементе, как штамп в паспорте, начинается очень многое. Ведь на вопрос, повенчайте нас без регистрации, я всегда отвечаю. Во-первых, я не могу, а во-вторых, просто по велению своей паспорской совести никогда бы не стало этого делать. Насколько я понимаю, не только вы, но и вообще православная церковь не сделает этого. Абсолютно верно. Почему? Если вы не можете перед обществом дать обещание, что вы будете вины, как вы будете... Взять на себя ответственность. Абсолютно верно. Взять на себя эту ответственность. Как вы будете это обещать Богу? Да. И поэтому, соответственно, вот именно с этого момента, с расписанного брака, а желательно и жить, начиная с этого расписанного брака, о чём можно, конечно, долго говорить, и это уже, наверное, тема будет другой передачи, начинается достойная атмосфера, достойная песочница для воспитания детей. Ну, то есть тот самый шаг в правильном направлении. А вот венчание, простите, закончу, вот венчание в православной церкви чаще всего уже совершается как раз тогда, когда супруги уже внутренне готовы ещё и попросить Бога, попросить Господа о том, чтобы он укрепил в этой непростой задаче сохранения и проведения семейной жизни. Да, это вообще известно, что венчаются пары, которые прожили 10 лет, 15 лет, 20 лет. Конечно, в идеале венчаться молодыми. Я даже слышал, в Госдуме собирались узаконить браки в церкви, в мечети. Вот тут вопрос вот в чём. Я как раз в связи с этим хотел задать этот вопрос отцу Василию, потому что когда отец Василий сказал, что после штампа... Да, постарайтесь ответить, только я предупрежу за три минуты. То есть три минуты у нас до фигуры расстаётся. Я хочу просто, ну как бы, или навести, или вопрос задать. Сейчас Василий, вы как специалист, вы ведь ещё и учёный богослов, ведь раньше штамп в паспорт, имеется в виду до революции, не ставили. Тогда венчание регистрировалось каким-то образом, да и становилось официальным документом государственного значения. Правильно я? Да, абсолютно верно. Потому что на церкви она несла функции регистрации. Да, фактически просто. Для того времени венчание, оно же и было фактом государственной регистрации. Если записывалось в определённые журналы, в то же самое, значит, у нас в исламе, да, и это становилось как бы доказательством того, что эти люди являются. Они, правословно, восстанавливают до сих пор. Да, у меня есть ещё один вопрос, но если, Володя, надо перераскивать. Нет, нет, ещё можно пару минут. Пару минут не получится, очень такой вопрос-то. Хорошо, давайте тогда прервёмся на эту небольшую рекламу. Вот как мы любим своих детей. Да, скоро продолжим. Настолько глубоко приходится углубляться, что не получается за короткие секунды. Реклама пройдёт быстро. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы продолжаем программу «Союз нерушимый». Ведущий Адис Агаев и Владимир Сметанин. Ещё раз представим наших гостей. Да, сегодня с удовольствием представляем наших гостей. Нур-Ислам Хаджи Касимов, имам села Карина Слободского района Кировской области. И священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предсечи города Кирова. Первый проект Вятского духовного училища. Остановились на том, что факт регистрации брака перед Богом, он раньше... Почему сегодня важно, чтобы на уровне государства этот брак был зарегистрирован, чтобы штамп в нём был. И когда говорят, что вот нам штамп не нужен, то есть я просто задал вопрос и получил у обоих наших сегодня гостей подтверждение, что записи церковные и мусульманские записи в мечети, которые производились, они являлись, собственно говоря, юридическим, обладали силам юридического акта. Что это семья. И поэтому раньше штампа не было. А сегодня он есть, потому что государство вот так вот отделило эти церкви и так далее. Есть ещё один вопрос. Ну вот женятся христиане и мусульмане. В смысле смешанный брак. Вот он, смешанный брак. Ага, уже слышу вздохи. Вот ваш покорный слуга в таком положении. Это... И, значит, вопрос. Нужно узаконить перед Богом эту ситуацию. Я нашёл вариант, я сделал это. Это неважно. Вот вы, пожалуйста, вот как, значит, сделать, узаконить эту ситуацию? Понятно, что... Ну, я так, по своему дилетантскому мнению понимаю, что в храме венчание не будет происходить, потому что, скажем, один из них не христианин, да, как венчатель не христианина. Да? Извините за острый вопрос. Давайте уже отвечать. Отец Василь. Отец Васильевич, вы поставили меня немножко в трудное положение, потому что я вот, честно, могу признаться, что я подробно не знаю вот этот вопрос, как поступает в этом случае церковь. Но венчание, по-моему, в храме, вот не могу сказать, скорее всего, не будет совершаться между... Потому что если бы речь шла о, допустим, православных и браке православных и католиков, то венчание для них возможно. То есть, это христианство. Да. Всё-таки ислам и христианство слишком оказываются далёкими друг от друга религиями. Вот именно в этом случае. Да, потому что всё-таки венчание, надо понимать, что венчание – это таинство. И это одно из самых, можно сказать, сакральных действий православной церкви. Поэтому, конечно, вряд ли будет возможна такая совместная молитва. Но тут важно понимание того, что такие браки чаще всего совершаются между людьми, которые достаточно религиозно-индифферентны. Потому что... Для которых не имеет значения, да? Да. Для которых церковная жизнь, она достаточно далека. Нет самоидентификации. Религиозно-индифферентны. Самоидентификация, да. Да. Вот. Это не какое-то там, может быть, попытка внести какой-то раздор между... Нет, 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 нет. Но это скорее как факт религиозной жизни. Другое дело, что в таких браках чаще всего они становятся либо потом, впоследствии, оба становятся православными. То есть кто-то переходится, да? Да. В веру супругов. Да. Либо становятся мусульманами. По крайней мере, зная у нескольких таких браков, я примерно для всех них видел именно такой исход. Рислам Хаджи, вам держать слово. Рислам Хаджи будет гораздо легче отвечать на этот вопрос. Конечно. Вы что-либо всё проще? Ну, я бы не сказал. Рислам чуть-чуть продвинулся в этом вопросе. Очень просто в чём? Я практикующий имам, то есть для меня подобные браки... Нередкость. Нередкость, да. Особенно в Кировской области и в Солбанском районе. Обращаемся к Корану. Всегда обращаемся к Слову Божьему. И там есть слова Божьи, означающие на русском языке следующее. «Дозволена вам пища». Ахлюкитаб – это люди Писания. Это единобожники, которым было неисползовано Священное Писание. Это христиане и иудеи. И дозволены... И мусульмане. Погодите. Ахлюкитаб – дозволены, Аллах говорит, благая снеть из них. И целомудренные девицы из них. Да. Дозволены на них жениться. Насчет целомудренные тут как бы мы совпадаем. Вот. Условия для девушки, выходящей замуж, то есть не мусульманки, возьмём, допустим, русская женица, выходит замуж за татарина. Для неё условия, чтобы она не была многобожницей. Потому что для многобожников, язычников, то бишь, запрет, категорический запрет в Коране. Это случай, девушка выходит замуж за мусульманину. Я интересуюсь её убеждениями. Даже она говорит, я христианка. Я говорю, хорошо. Ходишь ли ты в церковь? Она говорит, хожу в церковь. Во время молитвы представляешь ли ты себе образно, телесно направление, место для Бога, для Господа? Она говорит, нет. Я просто знаю, что он есть. И никаким образом не представляю. То есть это ни дерево, ни камень? Ни камень. Он есть, но не представляет. Затем спрашиваю, веришь ли ты в Божьих пророков, в том числе и Иисуса, и Мухаммада? Она говорит, да, верю. Я говорю, веришь ли ты в Священное Писание? Она говорит, да, верю. Я говорю, я тебя поздравляю. Ты практически мусульманка, но пока не признаёшься в этом. И даже если ты остаёшься на своей вере, мы совершаем акт бракосочетания, ни каха по-арабски, потому что Всевышний дозволил нам это. Если мы берём случай наоборот, то есть когда мусульманка хочет выйти замуж за немусульманина, неважно, какой он представитель какой религии, какой представитель какой религии. Хоть самый богобоязнен будет, если у неё нет постулата веры в Аллаха и его права к Мухаммаду, она не имеет права выйти за него замуж. Такой брак никогда не регистрируется. То есть мусульманка не может выйти? Нет. Мы возвращаемся к чему? В семье женщина, как слабая, следует за своим мужем. Если он запретит ей устои её религии, ислама, ей очень трудно будет сопротивляться. И мы боимся за душу. Аллах беспокоится о нас о всех. Он нам это предписал, что нельзя таким образом делать. Нельзя слабую женщину-мусульманку отдавать замуж за неверующего человека. От этого зависит её дальнейшая судьба в вечности. Поэтому нам очень просто. Это можно, это нельзя. Это можно при таких условиях, это нельзя никогда. А если женщина некрещеная, например, неправославная? Я спрашиваю, каково её убеждение? То есть вы не совершаете в таком случае никё? Если она язычница, нет. То есть если не язычница, а атеистка? Это атеизм тоже язычество. То есть человек либо предаёт раз шапка, два шапка, две одинаковых шапки. Это ширк. Это многошапочье. Точно так же многобожье. Либо вообще нет никакой шапки. Отрицание. Это тоже самая историческая категория. Это один из вопросов, которым всё равно религиям придётся искать ответ. И тем, и другим. Да, тема смешанных браков очень непроста. Почему? Потому что чем дальше мы живём, тем больше будет таких вещей. Одно из самых больших благоденствий, которые нам Господь, так сказать, даровал, это любовь. И очень сложно в этой ситуации... Я посмоляю, не начинайте слово «любовь», потому что я вам опять небольшую лекцию прочитаю. Так, это будет следующее. Вот у нас ведь буквально остаётся не так много времени, а мы тут вот только ещё задел, у нас такой получился, к воспитанию детей. Да, ну а что делать? Оттолкнулись от момента регистрации. А что делать? Потому что ведь они должны родиться, эти дети, они должны родиться, наверное, в правильной семье и любви. Ну что? Которая семья, члены которой смотрят в одном направлении. Смотришь друг на друга, надоест один раз. А когда смотришь в одном направлении, никогда не надоест. Вот видите, и мы переходим уже на тему любви. Но опять не добираемся до детей. Давайте, может быть, действительно попробуем перейти непосредственно к воспитанию детей, к теме, к которым мы очень долго подходили. Тогда ребёнок уже, собственно, как явление. Вот он уже. Да. Или ещё на этапе, собственно, его вынашивания тоже много из них моментов. Тема этапа вынашивания, она, конечно же, огромная. Ну, важно отметить, что в православии ребёнок является живым существом с первого дня его зачатия. Именно поэтому так страшен грех аборту, фактически детоубийство. Можно бы называть это своими именами. И неудивительно, что с первых дней его жизни происходит его становление. Для каждого же возраста, для каждого возраста ребёнка следует своя, можно сказать, мера, когда родители говорят ему и, самое главное, лично своим опытом показывают тему нравственной христианской жизни. Потому что с самого первого времени мы начинаем учить ребёнка заповедям Божиим. Те самые десять заповедей, те самые основы христианского поведения, умения, может быть, конечно же, не богословскими мыслями, но, тем не менее, донесение до него таких важных христианских свойств человека, как умение прощать другого человека. То есть суть можно донести более в простой форме. Да, абсолютно верно. Умение делиться с другим человеком. Опять же, обратите внимание, я употребляю слово именно умение. Не правило, не теория, а умение. Потому что для, как мы все прекрасно знаем, для ребёнка воспитание – это прежде всего подражание, отображение поведения своих родителей. Как живут его родители, так будет жить его ребёнок. К сожалению, сейчас я вот, может быть, подниму опять эту тему неприятную. Самым, можно сказать, деструктивным, самым плохим элементом для воспитания наших детей оказывается наше средство массовой информации. Средство телевидения в большей степени. Давайте прямо посоветуем, а стоит ограждать? Конечно, несомненно. То есть и вот здесь вот родителям надо иногда применить и свои уже... Властные полномочия. Это можно, а это нельзя. Да, помните, по Крылову, где надо власти потребить, да? То есть, безусловно, и в этих моментах ребёнок впоследствии, через какое-то время, будет родителям крайне благодарен. Он может быть недоволен в процессе воспитания, но жизнь его расставит всё по своим местам. И он скажет, как хорошо, что ты меня водила в храм, как хорошо, что ты дала мне основу христианского воспитания, как хорошо, что ты научила правильно жить, как хорошо, что ты посоветовала мне познакомиться там или посоветовала мне правильно начать те или иные отношения, удержала меня от того или иного греха. И какие сожаления Чаще всего испытывают уже взрослые люди Ах, почему мне не сказали Ах, нам никто не говорил Ах, я вот думал, что это можно А я не знал, и все, понимаете Чем меньше интернета и телевизора Тем лучше дети У вас две минуты У вас две минуты, чтобы позицию свою Представить Абсолютно верно в этом плане Кстати, по поводу того, с чего начал отец Василий Считается, что ребенок С первого момента жизни Уже все представляет существо живого У нас все зафиксировано Вы не однократно об этом говорили У нас отношение правовое К этому моменту Исходя из преданий от посланника Аллаха Мухаммада Мирьеву Мы знаем, что на сороковой день После зачатия ребенок еще представляет Из себя всего лишь каплю крови Следующие сорок дней он сгустит Сто двадцатый день Он уже представляет маленький плод И вот как раз сто двадцать дней Это точка отчета, да? Вкратце аборт До сорокого дня аборт является Мубахом То есть безразличным действием Еще не уничтожается Ни душа, ни человек До восьмидесятого дня Нежелательность есть Греховность с восьмидесятого до ста двадцатого дня И вот сто двадцатый день Это момент, когда ангелы спускаются в чрево матери И записывают ребенку Они приносят с собой душу Помещают в тело Он полноценный человек Записывают ему четыре неизменных вещи Это его риск, то, что он потребит в своей жизни Его амальдеяние, которое он совершит Его Аджаль Последний момент жизни Время смерти И будет ли он Несчастным или счастливым А это зависит от веры С этого момента Аборт является убийством Официальным убийством Врач, который совершил его Платит отцу ребенка штраф В размере стоимости По-моему Ста верблюдов Ста верблюдов Это Получается Семьсот На сто семьдесят тысяч долларов Штраф платит Почему у нас не висит Как все зафиксировано Интересно Все очень просто Я же говорю С этого момента Абсолютно запрещен аборт Кроме случаев Показания к этому Медицинские показания Момент зачатия Если он был незаконный Вот такие С этого момента Естественно Про незаконный момент зачатия Тоже будем в отдельности говорить От отдельно, да Ну, плата штрафа не освобождает Его от ответственности Перед Богом Естественно Естественно Это грех А грех очень трудно Минута буквально Минута И с этого момента Уже Практически начинается Воспитание Воспитание идет Каким образом? Через еду Пищу Она должна быть Дозволенная Так? То есть чистая Чистая и Богом Дозволенная Раз Мы То Что мы кушаем Есть же такая поговорка У нас взята Затем Будет желательно Для мамы Вот даже такие вещи Как Слушание Кур'ана Речи Божьей Будет благим Если она на живот положит Руки будет говорить Я Мухаммад Он восхваляемый И это до ребенка Тоже доносится Она же беседует с ним Это все Мама живет В чистоте Естественно Это канон ислама Обязательно Это половина веры И Вот до момента Родов До момента родов Вот эта вся Трудная задача Лежит только на матери И как сказал Всевышний Означающий От момента зачатия До момента отнятия От груди 30 месяцев Сюда входит 9 месяцев беременности И оставшиеся До 30 месяцев Сколько там? 21 21 Кормление грудью И беременность бывает Это еще Жена пророка Мухаммада Айша Да будет доволен ее Аллах Сказала Беременность бывает От 6 месяцев До 2 лет Врачи могут Со мной поспорить Но это бесполезно Пора Ну увы Нам завершать Сегодняшнюю беседу Но что? Через 2 недели Заделок Будущей передачи Да Через 2 недели 23 декабря Мы соберемся Тем же составом И продолжим уже То есть Родим уже Родим уже Следующий Родим следующий Мы попробуем Даст Бог А там уже начнем С момента родов Будем надеяться Что конечно Те рассуждения Которые мы В этой передаче Делаем Они помогут Нашим согражданам Тем Кто приходит В храм Кто Рассказывает О своих проблемах С воспитанием Помогут в конце концов Сделать шаг К правильному Воспитанию Да И Божий посланник Сказал Знания через уши Падают в сердце Вот так Нурислам Хаджи Касима Священник Василий Песцов Спасибо вам большое Прощаемся Через 2 недели Встречаемся Спасибо Любите друг друга И своих детей До свидания СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Продолжение следует...